Вышневолочке в квартире дома по улице Большая Садовая произошел пожар. В ходе тушения огня обнаружено тело 75-летней женщины с колотой резанными ранами в области шеи и руки. На место выехали следователи Вышневолодского межрайонного следственного отдела регионального СК. Произведен осмотр места происшествия с участием следователей и криминалиста Следственного комитета. Обнаружено и изъято предполагаемое орудие преступления, иные следы и объекты, необходимые для расследования. Назначено проведение судебных экспертиз. Подозреваемый задержан, им является гражданин Российской Федерации, ранее судимый. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего преступления. Еще до появления официальной информации о трагедии в Вышнем Волочке, некоторые новостные паблики в соцсетях сообщили, мол, к убийству пожилой женщины причастны мигранты, что не соответствует действительности. Подобные сообщения, это, во-первых, скорее всего, фейковая информация, которая работает на тех людей, которых распространяет, которые живут за счет так называемого хайпа. Это первый момент. А вторая опасность в том заключается, что подобные сообщения пускают следствие по ложному следу. Пытаются, по крайней мере, пустить следствие по ложному следу. И третья угроза, это в том, что разжигается ксенофобия, нетерпимость в нашем обществе, и она контрпродуктивная. О том, что существует проблема с миграционной политикой, знают все, и это не секрет. Но она требует комплексного вдумчивого решения. Напомним, статья 13.15 Кодекса об административных правонарушениях злоупотребления свободы средств массовой информации гласит «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения». «Кто-то сейчас, видев, в какой трудной ситуации находится наше общество, наша страна, пытается вот в этой мутной воде, что называется, выловить рыбу. И, конечно, ну, помимо того, что это просто неэтично, некрасиво, я считаю, что в таких действиях можно устаматривать и признаки состава преступления». Жителям Верхнего Ужия правоохранители рекомендуют получать новости в официальных, проверенных СМИ. 27 марта отмечается День образования войск Национальной гвардии Российской Федерации. Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Тверской области в преддверии праздника провели со школьниками уроки мужества. С шестиклассниками школы номер 19 города Твери встретился командир СОБР «Волк», полковник полиции Владимир Широбуров. Он рассказал о героизме и доблести стражи правопорядка, целях и задачах, которые стоят перед ведомством. Ребятам показан фильм об истории отряда, созданной при содействии патрульной службы. Подобные встречи прошли с учащимися профильного класса Росгвардии школа номер 16 и воспитанниками Тверской спортивной школы Олимпийского резерва.